приветствую вас мои дорогие подписчики мои дорогие любимые подписчики и гости моего канала если вы еще не подписались на мой канал то самое время это сделать прямо сейчас потому что сегодня я буду готовить специально для вас очень классный рецепт праздничной утки рецепт как раз таки очень актуален в преддверии рождественских праздников ведь утка это является самым главным блюдом еще и шампанское конечно же на новогоднем столе и так рецепт очень прост приготовление и что самое интересное он настолько вкусный вот просто попробовав приготовить утку по вот этому рецепту вы и ваши гости вы просто обалдеете от того какой невероятный вкус вот получится у этой уточки первым делом значит утку нужно хорошенечко помыть почистить убрать все лишние перья и промыть обязательно ну и конечно же просушить для приготовления понадобится апельсиновый сок у меня здесь где-то примерно грамм 150 апельсиновый сок можно сделать свежевыжатый а можно купить сок в магазине такой тоже цельет значит соль перец соль простая человеческая соль чайная ложка и перчик немножечко вот буквально там на глаз 100 грамм соевого соуса 1 чайная ложка приправы имбирь и цедра одного апельсина теперь смотрите что я делаю сейчас нужно уточку замариновать значит для этого соевый соус смешивая с апельсиновым соком вот в такой вот пропорции не до конца все же немножечко соевого соуса там ну грамм 20 где-то я оставила и теперь при помощи шприца буду мариновать утку вообще вот этот способ очень классно именно вот для маринада курицы утки потому что таким образом вот маринад проникает вообще вот в те места которые просто напросто вот если так полить уточку там да даже если окунуть вот она туда не дойдет вот этот маринад и вот смотрите прокалываем и прекрасно все вот туда вот прям в самую глубь мясо в серединочку этот маринад проникает это такой вам лайфхак который вы можете использовать не только вот при приготовлении утки но еще при приготовлении индюшки ну что еще курицы и вообще вот любого такого вот мята если вы хотите чтобы она прям была пропитана все максимально и было очень очень сочно теперь смотрите вот в то что у меня осталось я доливаю соевый соус высыпаю соль перец имбирь и цедру апельсина все хорошенечко сейчас перемешаю и этим вот маринадом просто теперь залью утку с двух сторон сверху сбоку то есть сверху снизу по бокам и обязательно внутрь для удобства смотрите я сейчас хочу приготовить сразу противень на котором я буду жарить утку на него выкладываю слой фольги вернее не слой а два слоя фольги то есть вот так знаете как крест-накрест и таким же образом еще выкладываю и пергамент и теперь вот в таком вот положении поливаю эту уточку маринадом со всех сторон очень очень прям не жалеете леете и вот этот вот маринад уже никуда не денется начинять утку я буду яблоками и апельсинами яблоки потом можно будет употреблять в пищу а апельсины они просто нужны для вкусовых качеств значит яблоки почистите помойте хорошенечко апельсины точно также с апельсин снимать кожуру не обязательно и вот таким вот образом сейчас можно начинять внутрь утку можно кстати еще же к вот ко всему прочему вот этим вот фруктам можно еще добавить и грушу тоже будет очень вкусно вот это вот отверстие дабы из него не вывалились фрукты я зашью значит простой обычной ниткой слушайте знаете можно это кстати делать и на зубочистками но я вот решила сделать это вот так вот проверено и надежно смотрите а теперь я просто заворачиваю вот так вот утку сразу и оставляю ее минут на 40 40 максимум час по истечении этого времени я отправляю утку в духовку при температуре 180 градусов на значит смотрите вообще не знаете как утка рассчитывается сколько нужно готовиться в духовке утки на килограмм мяса нужно 40 минут значит если вот у вас утка 2 килограмма то значит вам для ее приготовления нужно готовить ее 80 минут вот с этого расчета и считайте так значит смотрите девочки и мальчики у меня прошло уже два с половиной часа у меня утка вообще я ее не вешала и сколько ее вес я вам честно скажу я не знаю ну примерно я вот определила что для ее приготовления мне понадобится два с половиной часа будет более чем достаточно что мне сейчас нужно сделать значит вот этот вот сок жир который она выделила мне нужно перелить в отдельную чашечку и вытянуть вот эту утку на отдельное блюдо вот таким вот образом теперь смотрите вот в эту вот жидкость которую при жарке выделила утка я добавляю столовую ложку прям с горочкой меда не жалейте вот мед в сочетании вот с этим вот маринадом из курицы это просто вообще вот бомбезно будет хорошенечко размешайте но так как он он вот это вот жидкость она горячая мед очень хорошенечко и быстро растапливается противень я помыла и вот на новые постелила заново эту фольгу больше мне пергамент мне уже не понадобится и теперь вот этим вот маринадом хорошенечко поливая утку с обоих сторон прям вообще вот не жалея не бойтесь она сейчас и впитывает и вообще вот остается как она горячая сразу же все вот это вот наверху остается это делается для того чтобы мясо и корочка получились мясо получилось вот с таким знаете привкусом меда немножечко да еще более стала сочным а корочка не получилось поджаристой и хрустящей полили и теперь ничем утку не закрывая вот так вот прям в открытом виде отправляю ее в духовку еще на 20 минут вуаля ну посмотрите ну какая красота получилась но это вообще это просто уровень и член давайте уже пробовать утка горячая прям посмотрите вообще вот свою жару но вы видите видно вон прям как мясо блестит насколько она сочная посмотрите боже мой а какой аромат стоит просто как жаль что камера вот не может передать вот этот вот вкус вообще вот к этой вот уточки и не требуется никакой гарнир посмотрите вытащили яблочки которые готовились внутри курицы украсили просто для красоты салатом и посмотрите какая красота но это просто боже мой вот просто пища богов ну как вкусная вкусная да уточка как и в салоне богатая жизнь богатая жизнь ну и вот так вот весело завершился наш ужин все остались сыты и довольны поэтому дорогие мои обязательно приготовьте уточку по этому рецепту порадуйте свою семью порадуйте себя ну и конечно же не забудьте подписаться на мой канал вас ведь ждет еще очень много интересных рецептов спасибо вам огромное за просмотр до новых встреч